Это со всей ответственностью вам заявляют. Смотрите, западники, они идут открыто с кандидатом Майя Санду. Да, они там еще пару терпел готовят под нее. Одни, которые будут участвовать в выборах и призовут голосовать за нее. Вторая часть терпел – это те, которые заявятся на выборы, но снимутся и поддержат ее. Центр-лево – абсолютный бардак дурдом. Сегодня в Москве замеряют, не могут определиться они никак с единым кандидатом. В прошлом году хотели Ирину Федоровну власть. Сейчас что-то там смотрю, там куча народа суетится. Кто будет все-таки единым кандидатом, как бы непонятно. Поэтому вот в зависимости от того, кого определят там, и как будут играть сегодня некоторые страны, зависит результат выборов. Мне очень печально вам признаться в том, и то, что я ненавижу молданской политики, что у нас уже более около 30 лет решает проблемы. То есть президент сидит, и неважно, поверьте мне, Дадон, Санду, или почти все, которые были до них. Ребята, они сидели в президентуре за рулем страны, типа. Но педали и газа, и тормоза были за границей. И неважно это, американцы, русские, румыны, или кто-то в Брусселе. Поэтому, если сегодня люди у нас научатся думать, и не будут ждать, кого дадут западники, кого дадут румыны, кого дадут русские, кого дадут ГАЗДЭП, и будете голосовать за людей по принципу, чего они в жизни добились, чего они сделали, в чем они разбираются, в чем нет, либо дальше у нас это муляндия будет набирать обороты, и как бы станем мулядии 100%. Сегодня мы являемся только частичными. Поэтому вы будете решать, не будете ждать, что вам принесут и кого вам посветают. Вот тогда будут результаты, и поверьте мне, что сегодня Майя Санду, который уложит любой корабль на правый бок, русский кандидат уложит на левый, ввиду событий, которые происходят в Лидии. И должен быть тот, кто поведет корабль по центру, как я говорил.